всем привет подписчики гости канала я рад вас снова видеть кто не подписался подписывайтесь итак мы продолжаем рассказы александра цыпкина и сегодня у нас будет рассказ под названием любовь за две копейки 1990 год свен из швеции на лыжных соревнованиях проходивший в финляндии был катастрофически споен с советским спортсменом любителем в результате бурной ночи умерли надежда свена на призовое место и родилась крепкая мужская дружба если быть точным место скандинава занял последние он сошел с дистанции в сугроб уже на первом повороте российский друг даже пытался его вытащить на себе ну пили все-таки вместе но собутыльник влип снег и не хотел из него просыпаться нас же под очком всех обставил дыхнул огнем на награждавшего передарел кубок горевавшему другу обязал прибыть к нему в москву обменялись адресами потом парой писем и наконец швед собрался страну страшных но замечательных людей ехал он практически на электричках последний этап ночной в москву из питера мама свена собирала как на войну войну правда женщинами она наслушалась российских гарпия которые точат клюв на беззащитных жеников иностранцев и приказала чтобы он даже не разговариваем с существами без мужских половых признаков по ее мнению все женщины в россии были хитрыми ведьмами похожим на героиню фильма чужой нет на ней есть не на сигурни уйвер а на то самое чудовище то есть вопьется в мальчика он в себе перевезет ее через границу она вырвется на волю оставив бездыханное тело свыночки с разорванной грудью шведы хоть и викинги но мамам верят сын смотрел на любую барышню как на собственную смерть когда ему улыбнулась великовозрастная проводница с огромным вручальным кольцом он сразу сообщил ей одну из фраз выученных на русском языке я женат и у меня трое детей какой ты шустрый внучек тепло похвалила боязливого девятнадцатилетнего потомка варягов добродушная русская тетушка ответа свин не понял и быстро спрятался в купе там его ждали трое как водится с напитками но свет боялся исключительно женщин поэтому успокоившись мужском коллективе начал русский тип попутчики были веселые язык с грехом пополам знал один но водка connected people как вы понимаете телефонов мобильных в то время не было и инструкцию свина были следующие прибыть и ждать на платформе пока слава его встретит если в течение получаса никого нет то найти две копейки позвонить слави домой ну мало ли что случится дома будет славина мама она даже худо-бедно говорит по-английски швед также выписал себе на бумажку фразу дайте две копейки очнулся наш турист от ласкового похлопывания по лицу бабули и проводницы свет мгновенно протрезвел хотел было выпалить про детей жену но язык его не слушался москва приехали глаза у свина не видели ноги не ходили легкие не дышали кое-как он одеялся проверил вещи документы и деньги ничего не пропало вышел на платформу и стал ждать стоял гость с трудом опирался на висящий на спине рюкзак никто не появился на шведы начали подозрительно смотреть редкие посетители опустевшего перона свое настало не только плохо но и страшновато он поплелся на вокзал здание двоилось хотелось немедленно умереть счастью он откопал записку с номером телефона но встал вопрос вопрос двух копеек прокляв свою безалаберность вы не мог понять почему не попросил их у своих попутчиков иностранец начал бросаться на прохожих тыкая в них бумажки или печа отдаленно напоминающие дайте два копейки а теперь вот представьте 90 год вокзал вы тихо мирно с котом кими котом и рассадой шлепаете себе на дачу за свою жизнь вы не видели ни одного иностранца более того уверены что они пришельцы и тут на вас помидор на огуречном бросается нечто бесформенное и бухое нечто яростно рычит и тычет вас каким-то листком повторяя копейки для копейки не каждый такой переживет можно и в дурку попасть от свена народ ожидаемо стал удирать наконец какой-то молодой субъект откликнулся он слушался в переживался и даже пробулька что-то на английском свен почти рыдал он поверил в человечность спаситель явился до второго пришествия и предложил поменять страждущим две копейки на 10 долларов иноземец начал знакомиться с особенности национальной охоты торговра привела к курсу две копейки один доллар надеюсь никому не надо говорить что первую монету автомат съел спаситель который вызвался проводить свои надобудки засиял и обнадежил it is money it is normal do you need more две копейки свен проклыл лыжи его предупреждали что женщины в россии едят мужчин но о том что телефон есть деньгами мама не говорила и санит тенн долларов батю ам май фрэнд со фаев батт нот ван бедолага вспомнил как от него бежали остальные жители страны и достал пять долларов вот был же курса но ведь был же на второй раз звонок прошел свен взвал на том конце женский голос сносно говорил по-английски после некоторых разъясней выяснилось что либо номер записан неверно либо автомат ошибся но попал на швед другую квартиру на этой же улице но соседний дом отчаяния туристы не было предела он посмотрел на мессию и представил сколько будет стоить его дальнейшая помощь на удивление голос из трубки свен на минуту потерял анти женскую концентрацию сказал чтобы он ждал на вокзале и ни с кем не разговаривал девушка пообещала что заберет его через час у памятника валютный махинатор поинтересовался как дела расстроился что все хорошо и напоследок спросил нет ли у шведа жевательной резинки ответ был достоин потомка безжалостных покорителей европы ten dollars but you are my friend so five спаситель немедленно унесся лида приехала как обещала ей было лет двадцать не назад красавицы но есть в русском языке слова который мы чаще всего используем вместо имени зайки котика и и ты как тебя там я словах милый милая мужская версия дает ранее импотенция вот милая по отношению к девушке это очень даже точное определение душевная теплота оформленная в симпатичное безопасное лицо лишенная может быть какой-то особенно харизны или избивающийся ног угловатости но дающая надежду на спокойствие с такой девушкой хочется идти за руку по парку и не думать просто отключить нейроны от анализа и греться мизинцами свин почему-то забыл мамино наставление и не сообщила что является многодетным отцом он и сам то забыл мамино наставление и был мистером олимпия более того в швеции к нему очереди из невест не наблюдалось а иначе бы салом бы жить с лыжными палками лита поздоровалась с ним за руку и сказала что отведет к славе который наверное что-то перепутал слава как потом выяснилось наконец переоценил силы и проиграл дуэль в водке в момент когда его друг торговал валютой наш гуляка спал на вокзальной скамеечке он приехал за час и решил вздремнуть свин или до прошагали практически мимо него или до предложила погулять по москве свин немедленно согласился последний раз он гулял с девушкой очень давно казалось что может быть и никогда неожиданно после расспросов о знакомстве со славой лида застенчиво поинтересовалась свин вы наверное не женаты образ мамы немедленно нарисовался во всю сталинскую высотку она на столицу ссср продиктовала правильный ответ сын оглох лида ему так нравилось что он думаю бросил бы даже троих детей в тот момент нет а хотели бы мне кажется мужчинам это не надо вот вот скажите честно сон замолчал он понимал что такие вопросы просто так не задают и не ожидал на первой встрече обсуждать брак с русской девушкой но его воспитали честным человеком он посмотрел на трогательную странно одетую лиду на ее маленькие пальцы кудряшки собранные на макушке тонкие губы которые привыкли быть сжатыми и подумал а хотел бы он с ней быть вместе а если да то разве он не сделал бы предложение прямо сейчас как честный человек и вдруг понял что хотел бы говорят бабочки живут животе нет на самом деле они летают по позвоночнику свен оказался влюбленным по самые бабочки да очень и что даже такую как я могут позвать замуж по любви лида спросила с какой-то тоской точнее со страхом даже не сразу произнесла по любви роса выпала у свена по всему телу он моментально стал счастливым и пьяным от этого набрался мужества и выпалил я бы позвал хоть сейчас но швед есть швед разум доставил добавить логичное почему вы спрашиваете лида не смотрел на свена и задумчиво печально отвечала до меня вот замуж позвали вчера а я сомневаюсь я-то его очень люблю а он мне кажется просто хочет жить в москве я же не очень красивая а он он такой зачем я ему вот я и переживаю очень переживаю даже сбежала из дома от всех разговоров с родителями сказала надо другу помочь а вам и правда надо было помочь спасибо что поддержали а ужас у вас кстати девушка то затем она наконец глянула на шведа по которым было видно что он впервые услышал треск своего сердца что ж грудь шведу разорвали как и было обещано но мама все-таки оказалась не права а такое знание всегда стоит достаточно дорого ну вот мы и слушали с вами рассказ александра цыпкина любовь за две копейки на этом мы сегодня заканчиваем всем подписчикам огромное спасибо кто не подписался подписывайтесь ставьте колокольчик пишите комментарии всем еще раз огромное спасибо и пока